Значит, еще раз скажу, меня зовут Павел Рысков, я работаю с бизнесами в акселераторе Free и возглавляю разные диджитал агентства. Мы поговорим о том, как быстро и правильно запускать маркетинг для проектов. Я это очень хорошо знаю как со стороны диджитал агентств, так и со стороны сейчас фонда развития интернет-инициативы. Мы самая большая площадка вообще в Европе, которая инвестирует на пассивной стадии стартапов и через нас проходят просто сотни компаний, сотни бизнесов. И основной запрос, который к нам приходит, это, конечно, деньги, но мы не только даем деньги, самое главное, что мы даем, это экспертизу. Экспертизу, как быстро развивать вообще свой бизнес. К нам приходят с запросом, даже уже зрелые компании, которые получили сколько, ну миллион долларов инвестиций, допустим, да, с тем запросом, чтобы вывести в 10-20 раз дальше. И именно поэтому мы очень хорошо знаем, мы очень хорошо отработали, как правильно запускать бизнес. У кого из вас свои бизнесы, чтобы понять, да? А кто подумывает, чтобы бросить все и заняться чем-то своим? Нет, ну, блин, странно, обычно думают. Ну, смотрите, как происходит, как мы это видим, да? Проекты, которые к нам приходят, люди придумали какую-то идею, они потом в лучшем случае, да, сами написали какую-то стратегию и стали действовать. А в худшем случае они ввалили кучу денег, наняли какого-нибудь директора по маркетингу, он им написал стратегию и хотят по ней действовать. Один проект к нам пришел недавно и говорит, вот мы сейчас у нас где-то, мы отложили уже 30 миллионов, мы сделали вот эти вот классные прототипы, мы наняли директора, он нам написал стратегию по маркетингу. Мы, стоп, 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 ребят, а сколько у вас вообще там каких-то продаж или предпродаж? Они говорят, да нет, мы еще как бы и с кем не общались. Ну, собственно, и получается вот такая тигня. Придумывается какая-то стратегия, нанимается кто-то и получается потом каждый месяц минусуются деньги просто. Как делается правильно, как мы учим это? Если у вас есть какая-то идея, ее надо проверить. И сегодня я буду говорить про то, как ее правильно проверять. Обычно, дальше, дальше можно. Обычно, да, обычно бизнесы делают, что пилят какие-то лейтинги, а что-то случилось, что-то все сломали. Вот, обычно бизнесы, ну, люди думают, забилю-ка я лейтинг, запущу-ка я рекламу там в директе. Но все это, это все очень плохо работает. Как и презентация, собственно, да. Есть подход, который, смотрите, каждый год запускается огромное количество стартапов и проектов, да. Facebook вырос из того же стартапа, но и многие другие. И они, как правило, сосредоточены там, кремниевой долине. И многие компании, они используют подход лин-стартап, бежливый стартап. И он основан на чем, что вы прекращаете думать и эволюционировать про своих клиентов. Вот эти вот замечательные составляют портреты целевой аудитории, там, женщины 30+, которые живут за городом, да. Ну, нет таких женщин. Ну, в смысле, это очень плохой сегмент, потому что непонятно, какая у него, как они внутри разделены по своим проблемам, что они хотят. И поэтому подход, бережливый стартап, он пропагандирует тезис Get Out of the Building. Когда мы выходим из диджитал-канала, мы запрещаем всем проектам вести рекламу. И говорим, идите к своим клиентам и поговорите с ними, продайте им дальше. Это начинается с проблемного интервью. Все проекты, которые приходят к нам, а их я напомню, сотни просто проектов. В бочном акселераторе сейчас у нас 33, новый набор начинается. И в заводчике еще там, ну, какие-то десятки. И все они идут, когда они сделали свой продукт какой-то, вот даже те, кто стоят в коридоре, да, они должны поговорить со своими клиентами, провести проблемное интервью, выяснить, как сейчас, ну, какая проблема есть у их пользователя, которому они хотят продать, как он ее сейчас решает, что с этим делать. Сколько я был на конференциях, очень классно работают, на самом деле, они для продажи вот таких продуктов, которые здесь представлены. Но ребята продают их очень плохо, потому что они никогда не общаются с точки зрения проблемного интервью, с точки зрения выяснения потребностей. К ним подходишь, они что-то тебе расскажут, но они тебя нифига не спрашивают. А мы должны идти к клиенту и спрашивать, какая у него проблема, что он с этим делает. Дальше. На основании вот этих вот вещей, которые мы выясняем потом, и формируются как раз настоящие правильные маркетинговые сегменты, которые мы бомбим уже в диджитал-каналах, на которые мы делаем там SEO-продвижение и так далее. Краткий план вот этого проблемного интервью. Мы спрашиваем, какая проблема, и есть ли такая проблема у него, и что он делал для ее решения, как он с ней живет, какие инструменты он пробовал, что будет, если он не решит эту проблему. Здесь очень важно, мы не задаем вопрос о будущем. Есть замечательная книжка, она называется «Спроси маму». Дальше будет ссылочка. Эта многих книжка читается за день. Она рассказывает, как правильно узнавать своих клиентов, спрашивать у них на самом деле, что они хотят. Ни в коем случае нельзя задавать вопрос «А вы купили?» Люди очень боятся нас обижать, они щадят наши чувства. Они говорят «Ну, конечно, мы купили». А потом, когда ты к ним приходишь и говоришь «Купи», они говорят «Ну, мы подумаем». Дальше. На основании того, что мы спросили у наших клиентов, мы составляем как раз вот такие таблички. Это как раз они предваряют нашу стратегию маркетингу. Сначала мы описываем их, какую… Тут плохо, наверное, очень видно. В первом столбце мы пишем, что такое направление мы вообще проверяем. Здесь, к примеру, представлен ребят, которые делают приложения для вейквардистов и серфингистов. Они проверяют, какие проблемы есть в этих клубах, которые оказывают эти услуги. И дальше, в второй колонке, они пишут конкретные вопросы, которые они задают. Приходят в клуб, а потом задают владельцу или менеджеру. С чем они сталкиваются в своей работе? Чтобы выявить как раз эти проблемные точки. И чтобы потом в приложении и в рекламе заложить вот эти триггеры, которые будут продавать, как раз им помогать продавать. Ну, дальше идут контакты и ответы прям словами клиента. Это самая ценная информация. Следующая, выделенная синим, это ответы словами клиента. Те проблемы, которые он умеет, именно словами, которыми он о них говорит. Это очень важно. Мы потом это везде используем. И в лендингах, и в рекламе, и так далее. И дальше у нас идут возможные ценностные предложения. Мы описываем, как мы и что будем преподносить. Дальше. Есть классические ошибки. Вообще, проблемное интервью – это сложная история. Сложная, в первую очередь, что она связана с дискомфортом. Надо брать и идти к клиентам. К нам приходят вообще офигенные, талантливые ребята. Такие программисты, которые сделают какой-то супер-сервис. Но взять и пойти к клиенту, для них это просто, ну, вообще пипец. Вот, правда. Лучше потратить там много-много денег. Последний, ну, крайний раз, когда я с одним разговаривал, они говорят, вот, у нас там больше половины клиентов в штатах. И, ну, им очень сильно надо больше продавать. Поднимать с них ременью. Вот. И я говорю, ну, вы им звонили вообще? Нет. Я говорю, а почему? Ну, там другой часовой пояс. Ну, то есть люди начинают придумывать любые отмазки, лишь бы не идти к своим клиентам и не продавать, да? Они нанимают маркетологов, которые сидят в медитации и делают маркетинговые стратегии. Да, это работает очень плохо. Мы не задаем вопросы про будущее, как я уже сказал, хотели бы вы купить. Мы не подсказываем ответы, не задаем закрытые вопросы. Вот. Но это все можно как раз дальше посмотреть в тех книжках, которые я как раз рекомендую. В общем, надо выходить. И наши проекты, которые приходят, они делают довольно часто какие-то массовые продукты. Вот был там проект одежды по-патфейски, допустим, да? Там вообще работают коридорные интервью. Взял, поймал кого-то в коридоре и там отинтервьюировал. Мы переключаем, да, дальше? Он думает. После проблемного интервью там бывает два разных варианта. Если у вас уже есть продукт, вы переходите к решенческому интервью. Решенческое интервью – это просто продажа. Вы рассказываете ценность своего продукта теми же словами клиенту, как он вам сказал, вот это свои проблемы выразил. Если у вас же нет, можно дальше переключать, если у вас же нет этого продукта, да, мы вот на этих статях, правда, фонд у нас не работает, нам приходят уже с готовыми решениями. Но в идеале там с минимальными затратами проекты запускаются именно таким образом, что сначала проводятся проблемные интервью, на основании их выделяются какие-то важные фишки, которые должны быть в вашем продукте, ну, соответственно, в ваших дальнейших как раз всех рекламных активностях, да, и, соответственно, это все готовится. Вот. Многие проекты приходят к нам уже с готовыми историями, в которые они вложили там огромное количество денег, но нередко, когда десятки миллионов рублей уже сожжены, и они приходят и говорят, блин, у нас что-то покупают, мы реально не знаем, что мы и кому продаем, да, что-то там крутится в интернете. Так, это у нас думает опять, да? Вот. И при чешенческом интервью, когда вы говорите, человеку что-то рассказывается, не надо тоже увлекаться, да, придумывать какие-то конструкции, да, там, девушка, я просто хотела кофе, да, и чувака не пытается чего-то откипать там. Дальше. Вот. Очень хорошо, ну, решенческое интервью, это когда человек говорит, блин, заткнись и возьми мои деньги вообще. Просто. Вот тогда вы попали в проблемы дальше. И это действительно работает, люди находят очень интересные инсайты. У нас было, вот, кстати, список книжек, которые по этому поводу можно посмотреть, это вообще-то, ну, или без. То есть, все, кто к нам приходит, мы заставляем принудительно их читать. Приковываем бутыреи дальше и заставляем, вот, пока они нам тесты не сдадут по этой книжке. Ну, вот, собственно, как происходит процесс запуска как раз продукта. Мы проводим проблемное интервью, соответственно, дальше оцениваем, ну, формируем какой-то минимальный вот этот продукт, что-то начинаем пилить тогда только уже. И делаем какие-то, пробуем рекламные кампании на это запустить и смотрим, получается у нас продажи или нет. Если мы неправильно выявили, дальше можно переключать, если мы неправильно выявили вот эти вот самые боли у нашего клиентского сегмента, то нам приходится начинать все это заново. Маленький пример. Довольно крупный бизнес – это магазин акций онлайн, который продает просто акции крупных компаний. Они, что они делали? Они просто продавали, ну, обычная реклама, понятное дело, медийная, там, контекстная, хорошая, да, настроенная и все. Но в основном это прямые спросы, какие-то общие там инвестиционные запросы. Они пришли к нам с задачей, там, у них очень оппозиционная задача – это расти высокие показатели по клиентам. И мы спросили, ну, как вы общались с клиентами по поводу вот именно проблемы? Ну, то есть почему они у вас покупают на самом деле? У вас есть такой клиентский лист? Да нет, мы, собственно, покупают, покупают. Мы их отправили общаться с клиентами, и мы выделили много там сегментов разных. Ну, в частности, допустим, там были люди, которые хотят жить на дивиденды. Они прямо искали эту информацию в интернете. Есть люди, можно дальше переключать, это просто пример. Вот эти все триггеры, которые они выяснили по этим сегментам, они превратились уже в маркетинговые активности, в лендинги с этими заголовками и рекламные кампании. Ну, вот, соответственно, это люди, которых беспокоили банковские проценты. Это кусочек лендинга просто здесь, дальше. Соответственно, по всем этим сегментам были подготовлены странички, и кроме того, что в первую неделю там конверсия по ним, ну, непонятно, рекламные кампании были разделены, кроме того, что по ним конверсия выросла сразу на 44%, плюс они получили еще тот трафик, который они просто прямыми запросами, какими-то общими, они не окучивали. Ну, и, соответственно, на их основном сайте не было таких вот офферов. Да, человек приходил, даже человек, когда ищет там вот, да, низкие проценты в банке, да, чем заменить, да, ему же надо придумать и сделать это предложение. Вот, так их продукт решает, ну, как они считают, решает эту проблему. Низкий листовок по флагам. Вот, и вот красненьким подчеркнуты все вот эти триггеры, которые, про то, что я говорил, которые были выявлены на этапе проблемного интервью, как люди говорят. Вот, дальше. Слова людей просто вот они используются во всех этих креативных материалах, во всех рекламных кампаниях, дальше можно переключать, да, это, ну, примеры, как это, компания в директе были потом настроены. Вот, ну, понятное дело, что там по трафику нужно много работать, именно правильно делить все эти слова, там, по компаниям, и так далее, и так далее. После того, как мы все это провели, всю эту работу, да, мы уже как раз, тут, как я говорил, можем, это, это то или не то? Хорошо. Отлично. Супер. Вот, там такая ракета-маска была, как раз, вот она. Да, ну, когда мы провели работу, дальше можно уже протягивать, мы как раз и занимаемся уже, как я сказал, пилением дальше, да, этих рекламных страниц. Понятное дело, что они, я не буду долго останавливаться, просто это на многих секциях рассказ, какая должна быть структура, там, арида, там, принуждение к действию, там, через боль и так далее, бедлайн дальше. Мы что делаем вообще, опять же, для ускорения запуска? Мы предлагаем и вкладывать деньги в дизайнеров, программистов и так далее, пользоваться какими-то все-таки интересными готовыми решениями, которые появляются сейчас и, которые действительно очень удобны, где интегрируются все возможности по аналитике, где есть все готовые блоки, у них нормальная, хорошая верстка дальше. Вот, это позволяет ускорить нам очень сильно запуск и сэкономить деньги и ускориться. Главное, да, у нас вот процесс, когда приходит к нам проект, у нас акселерация проходит 3 месяца. За 3 месяца ему надо много проверить разных вот таких вот офферов, да, что у него стреляет, что у него не стреляет, где у него точки вот этого 10-кратного роста. И проекты действительно у нас вырастают, ну, бывает в разы, и получают, по-моему, следующий раунд, вот, по результатам того акселератора, те проекты, которые успешно провели, вот, которые будут, которые вам рассказывают, да, они получили раунды, там, 10-15 миллионов рублей седые, да, за, ну, относительно небольшой процент компании. Вот, и у них экономика там, ну, довольно хорошая дальше. Они зарабатывают. Отдельно хотелось остановиться на аналитике. Аналитика – это такая классная штука, которой можно нанимать действительно аналитику, но будет ей заниматься. Но она, на самом деле, сама по себе бессмысленна, если у нас нет никаких управляетческих решений на ее основе. А их бывает, их не бывает, когда у нас либо, а, недостаточно показателей, либо, б, мы слишком долго это делаем. Вот ребята приходят к нам, у нас еженедельные цифры работы с проектами, и мы спрашиваем, ну, что, где-то там показатели у тебя по трафику, по конверсиям и так далее. Он говорит, ну, я настраивал аналитику, угол аналитику всю неделю. Вот, что ты там настраивал? Для аналитики нормальной проекта нужно всего 4 показателя, по большому счету, из которых вы можете вывести там все потом данные для вашего бизнеса. Первое, это количество посетителей, я вот в квадратике там написал, да, это уникальные юзеры, да. Второе, это конверсии. Конверсия, ну, как бы общая в продажу, но бывает там поэтапная, да, кто-то зарегистрировался, потом купил, ну, может быть, еще более сложная воронка. Вот, конечно, чем она длиннее, тем хуже. Вот, дальше ARPU, это прибыль на одного пользователя, на одного платящего пользователя, здесь за какое-то время. Да, и надо считать, сколько у вас клиент платит. Для этого, конечно, мы стараемся использовать когортный анализ, ну, если у нас там повторный, да, надо уже быстрее, да, уже почти все. Вот, и Customer Acquisition последний, это сколько стоит нам пользователей дальше. И на основании этого мы составляем модели. Вот здесь очень простенькая модель, пример приведена. Где у нас окупается, где не окупается, да, на этой, вот последний столбцик показывает, что мы при таких показателях ждем, при таких показателях ждем просто деньги, и у нас бизнес убыточный. Поэтому мы смотрим там внутри таблицы, на какое показатель лучше что повлиять, и думаем уже, что там можно сделать. Дальше. К сожалению, нельзя рассказать там это за, там, очень маленькое время. Не буду на этом останавливаться, аналитик, и, в общем, должен быть у вас тот человек, которого там, которого уволят, если он это не сделает правильным образом. Дальше. Продукт-менеджер такого человека зовут, любая компания. Там, да, это отдельная боль вообще по поводу продукта. Вот, ну, понятное дело, что там компании надо размечать обязательно, да, это дальше можно пройти, как вы все знаете, вы знаете по всей тюрьме, то лучше менять, как настраивать. Если у вас мобильное приложение, ну, во-первых, мои соболезнования, во-вторых, каждому экрану, вот, тогда, если вам так не повезло, то надо на каждом экране отметить те цели, которые вы будете считать, и главное, чтобы их было желательно, чем меньше, тем лучше, да. Вот это дальше. Аналитикой не надо заниматься, с ней надо получать данные нужные. Ну, понятно, дальше настраиваете дашборды всякие там, аналитики, которые дальше, да, которые позволяют вам просто следить именно за теми показателями, которые нужны дальше. Безусловно, там надо отметить вот это вот. Если у вас офлайн-конверсия, обязательно надо покидывать эти офлайн-конверсии, там, аналитик, опять же, чтобы все это считать, иначе, ну, вы будете так же полить деньги и не знать, откуда у вас что идет дальше. Ну, это, как бы, классик, классик уже я перешел. Ну, и то, что пишет Алинаш Кошек, да, алимомбилист, аналитики, вот что, ну, смысл тот, что, опять же, считайте как можно меньше параметров, но главное, чтобы это давало вам правильные решения, правильные. И дальше. Ну, и то, что я говорил. За 90, где-то 95% проектов приходят к нам и запускают свои рекламные кампании без настроенной аналитики, внятно. Вот, это вот боль. Это, правда, очень большая боль. Дальше. Ну, не дальше. Привлечение трафика уже начинается. Про него я дальше могу сказать только какие-то основные ошибки, да, отметить. Вот, первое, что трафик запускается до того, как мы продавали руками, да, до того, как мы проводили проблемное интервью. Вот, мы сами тоже занимаемся арбитражом, там, и все. Это все классно, когда вы берете лендинг, сидите где-то на горе в Гималайф, да, и льете какой-то трав, да, и, как правило, вы льете его в минус. Ну, возможно, вы не идете и не продаете руками. Дальше. Да, опять мы не продаем вживую. Вот. Ну, презентацию можно будет посмотреть тут, и реально самые классические ошибки собрали, которые там у всех в проекте практически, и, 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 и дальше. А, все, последний слайд. Мой любимый, да. Ну, то есть, надо как-то пересилить себя и, наконец, пойти к клиентам и продать ему что-нибудь. Вот всем тем ребятам в коридоре посвящается, на самом деле. Ой, ты думаешь, здесь нет клиентов? Ну, скажем так, Паш, перед тем, как вы готовите свои вопросы, я думаю, что они у вас должны быть, я вам расскажу историю. Я как-то ездил на форум Селикер несколько лет подряд. Да, Николай? Было такое дело? В общем, ездил я на форум Селикер, а там стартаперы представляют, значит, всяким фондом, типа фри, свои типа стартапы. И мне очень осорощество. Мне очень нравилось, меня причем позвали в качестве эксперта, что я там вроде как бы людям сказал, говно у них или говно проехать. И вот мне спрашивают, значит, девушка такая выходит, ну, вы уж извините, девушки, вы все здесь прекрасные, но здесь около 120 килограмм. И вот выходит, она вроде тоже вся такая хорошая, она веселая, она позитивная, она рассказывает, здравствуйте, я представляю такой-то, вот я не помню, из какого-то города ВУЗ, и в этом ВУЗе у нас есть проблема, и проблема связана с тем, что люди не едят. Люди не едят, девушка 120 килограмм, мне говорят. С голоду. И она предлагает нам стартапа. Знаете, какой стартап? Автоматы с кофе видели? Автоматы с водичкой видели? Кашеватор. Тема простая, выбираете манную кашу, выбираете рисовую, там, я не знаю, там, какую еще другую кашу, вы нажимаете на кнопочку, пять секунд, и готовая каша прямо здесь и сейчас. На самом деле прикольный вообще стартап. То есть для ВУЗов должна была бы зайти такая тема, и, как мне потом уже говорят, ты просто ни хрена не понимаешь. Я говорю, это не я ни хрена не понимаю, это люди не умеют представлять. Правильно я говорю? Вот смотри, да, вот такой классный проект, то есть к нам их приходит, ну, сотни, у нас воронка там на акселератор, тысяча где-то заявок, вот мы отобрали 33 из них, да, кого проинвестировали, да. И очень классно, когда проект приходит, то показал уже табличку, которую он показал с Каздео, да, где он людей опросил, есть там проблемы или нет. Мы, то есть у нас такая очень сильная профессиональная деформация, мы столько уже странных историй видели, но, блин, некоторые странные истории так выстреливают, и они так растут, что мы сейчас вообще, как бы, ну, не стараемся не оценивать, да, мы просто заставляем их идти и просто продавать. Сейчас я в камень нашего следующего докладчика кину и напомню вам про стартап-маскарад, где мордочки светятся, да, когда улыбаешься, там, слезки текут или еще что-то, и кто-то их не купил почему-то. Как не купил? А разве вы не заплатили много-много зеленых? Все, 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 я как бы просто шучу, почему нет? Так, друзья, есть у вас вопросы к Павлу, у нас буквально один вопрос. Нет, или мы все это время вышутили? На самом деле мы это все время вышутили. Неужели вы Павлу ничего не хотите сказать? Ну, окей, приносим. Вот, я вижу руку, и вижу еще одну руку, смотри, вот, вот, видишь, вот, нужно долго подождать, пока сориентируется. А готовы ли? Нападение Александра из битобилогер. А, Павел, если я вернусь к слайду, где у вас другие метрики, там, на TV и ARPU? Еще раз, вверх поднимите на таблицу и не больше в рот. Да, да. Ну, какие метрики считать, да, есть ARPU, да, Average Religious Group Pay Inclusive, да, средний доход на платящего пользователя. Сколько вам каждый платящий платит? И там, ну, как их концерт, потому что, ну, за какое-то время лучше считать, а за какой-то когорт. Да, ну, за месяц, допустим, мы обычно считаем, вот у нас сейчас, я веду один очень крупный проект, вот, и у них месячные когорты. Вот, и мы считаем, сколько вот когорта, там, марта заплатила нам, там, в течение марта, апреля, мая, там, и так далее, вот хвост, это, смотри. Спасибо. Еще один вопрос, я там бегу. Книжки. Да, да, да. Относительно проблем на интервью, не мог ли вы привести какой-нибудь кейс, который содержит, порочен, просто кейс, который содержит конкретные вопросы, которые освещают проблем? Там вот была табличка, как я как раз демонстрирую в презентации, ребята, как опрашивали клубы, которые из верфингистов и вейкбардистов, они приходили, спрашивали, как у вас сейчас происходит бронирование тренера, как тренер видит вот сейчас вот этот, ну, бронь, не теряются ли у вас заказы из-за того, что там, ну, из-за вот этого процесса, который у вас идет через сайт, какие у вас вообще есть проблемы с заказом бронирования сейчас, то есть все в конкретной ситуации, ни в коем случае там, а если мы вам дадим, вот такого не должно быть, да, и девочка там рассказывает, она говорит, что у нас вообще, вот это книжки, да, вот первой вполне достаточно для начала, вот, она маленькая, и потом, соответственно, девочка отвечает вот этим партнерам, что вот, да, у нас там проблема, бывают накладки, мы делаем через Google Шриц, это неудобно, это синейсингернизируется, и тогда стартапы должны задавать вопрос, а сколько вы на этом теряете? вот это ключевой вопрос, вы считали вообще, сколько у вас заказов и так далее, да, они начинают, они начинают считать, что-то ужасаются, говорят, блин, мы потеряли 10 заказов, сколько, то есть, сколько это в деньгах? и они говорят, это там, ну, 100 тысяч рублей, да, и тут, тут возникает как раз, самое главное, я, кстати, про это не сказал, очень клевая штука, кроме проблемы, самой, которую мы используем, потом везде в нашем кофе, в нашем продукте, мы узнаем цену, за которую мы должны продавать, 10% от этой выгоды, это такая средняя, считается нормальная цена, мы когда спрашиваем проекта, а почему у тебя такой чек? он, ну, вот, как-то так, да, чек, на самом деле, очень хорошо от выгоды считается, особенно, это круто в биду-бидом продаже, когда мы продаем за огромные деньги, какие-то системы, которые экономят там, время сотрудников, бла-бла-бла, вот, кстати, спасибо за вопрос, это все, что я не сказал. Друзья, огромное спасибо Павлу, ваши аплодисменты, спасибо вам.